В финале первого турнира за кубок Александра Овечкина встретились Воскресенский Химик и Атлант из Мытищ. Команды сильные, решительно настроены увести главный приз домой. Каникулы пошли спортсменам на пользу, а перерыв полтора месяца никак не отразился на подготовке. Одна атака следует за другой. Итог первого периода 1-0 в пользу мытищенцев. Но уже во второй части матча воскресенцы сравняли счет, а потом и вовсе ушли в отрыв. В третьем периоде игра выдалась особенно напряженной, и время игровое подходило к концу. И на трибунах появился тот, ради кого сюда приехали юные хоккеисты Александр Овечкин. Овечкин это самый крутой игрок, я так понимаю, и вообще он крутой просто. Он самый классный игрок. Кросби это прошлый век. Овечкин знаменитый хоккеист, и другого шанса с ним сфоткаться, и даже его видеть может и не быть. Я считаю, что это раз в жизни можно так делать, потому что Овечкин это вся легенда хоккея. Атаки Атланта не увенчались успехом. Первый кубок Александра Овечкина завоевал Химик из Воскресенска. Одинцовская армада оказалась на третьем месте, победив Балашихинского олимпийца. Последние в течение недели отрабатывали атаки, передачи и выходы из зон, но в решающей игре немного растерялись. Мы расслабились. А что это мы расслабились? Потому что мы сравняли с 3-1 до 3-3 и потом расслабились. А после этого надо было наверстывать дальше. Вручить медали и главный приз соревнований на поле вышли Александр Овечкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Возможно, спустя какое-то время кто-то из этих хоккеистов точно так же будет получать уже золотые олимпийские медали под гимн Российской Федерации. А пока они только делают свои первые шаги к большим спортивным победам. И для многих из них Александр Овечкин – образец для подражания, вдохновляющий усердно тренироваться и идти к поставленной цели, несмотря ни на что. Три, два, один! Это очень важно для меня, очень важно для детишек. Вы правильно сказали, что очень много детей улыбаются, счастливы, рады. И, конечно же, когда проигрываешь, не до веселья. Но все равно для них это большой опыт, для них это первые шаги в большой спорт. Турнир за кубок Александра Овечкина будет ежегодным, говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. В следующем году, скорее всего, участников будет больше, а их география шире. В следующий раз должна быть обязательно Москва и те регионы, которые захотят принимать участие. Мы готовы оказывать, у нас есть прекрасные спортивные базы, можем ребят размещать, потому что такой турнир, но он длится от трех до пяти дней, если команд будет больше, чем 8-10. Это уже, в общем-то, такое серьезное мероприятие. В Московской области работают около 60 катков, лед в которых расписан поминутно. Зимние виды спорта пользуются неизменным спросом у подрастающего поколения. А такие соревнования в середине каникул для юных хоккеистов, как глоток воды в жаркий день – долгожданное удовольствие.